США объявили масштабные санкции против России. Макрон не исключает отправки войск, опять об этом говорит, в Украину. Серьезные протесты в Грузии и не только. Ну и Китай, якобы говорит в Wall Street Journal, пересек красную линию Байдера. Господин, в первую очередь хотел бы вас спросить, а вот накали страстей между Китаем и Соединенными Штатами Америки сейчас, насколько это серьезно, потому что есть заявления и со стороны Блинкина, и со стороны Пекина, насколько, и вот что говорит Wall Street Journal, что якобы Китай сейчас откровенно уже есть страна номер один, которая продает все необходимое России для войны. Это совершенно не так, это категорически не так, это все выдавать желаемое действительно. Wall Street Journal, газета Республиканской партии. Политика Республиканской партии в отношении Китая резко негативная, не такая, более жесткая, более радикальная. Не такая, как у администрации Байдена. Байден с Си Цзиньпинем договорился, чтобы не эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке. И вы это видите, и не эскалировать ситуацию на российско-украинском фронте в том числе. Темы Тайваня вообще забросили куда-то далеко, и они вообще не слышны на таком солидном уровне. То есть она не такая спекулятивная, как тема Украины и тема Израиля. Поэтому газета специально бросает такой нарратив для того, чтобы создать видимость напряжения. Никакого напряжения между Соединенными Штатами Америки и Китаем не существует. Я имею в виду между этими двумя администрациями. Точно так же, как нет никакого напряжения между Евросоюзом и Китаем. И мы видим динамику отношений США и Китая, визиты высокопоставленных чиновников китайских суда Соединенных Штатов Америки, американских Соединенных Штатов в Китай. И тот же Блинкинг, который буквально на днях был в Китае и был принят на самом высоком уровне. Когда принимают госсекретаря на таком высоком уровне, это не говорит о том, что у них есть какие-то проблемы, которые они не хотели бы решать. Раз его принимают, это дань уважения, которую Китай показывает государственному секретарю, потому что Си Цзиньпинь не обязан его принимать по протоколу. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле происходит. А на самом деле никаких таких вещей не происходит. Это просто газетные утки газета выдает. А что касается определенных обязательных программ, которые существуют в Китае и американских отношениях, ну, недовольство, так сказать, которое они регулярно говорят. Это просто обязательная программа, связанная с Тайванем. Вот Конгресс выделил 8 миллиардов, и с другой стороны Конгресс говорит, что Тайвань – это территория Китая. Естественно, Китай будет выражать свое недовольство. Но в предметной плоскости до конца президентской кампании эскалации во взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Китая, эскалации во взаимоотношениях Евросоюза и Китая не стоит ожидать. Тем более, Си Цзиньпинь собрался с визитом в Европу и будет проводить там в течение пяти дней довольно солидные встречи на очень высоком уровне. К Си Цзиньпинь, вот о чем я начал наш разговор, что США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие. Насколько это серьезно, насколько эти санкции будут действовать и почему только сейчас? Или я так понимаю, что отдельные есть какие-то структуры, которые постоянно выслеживают, да, кто с физических или юридических структур помогают России? Нет, это помимо выслеживания нет, это как вам сказать, уран Америка покупает у России. Здесь выслеживать не надо. В год на миллиард долларов. И вот только сейчас Конгресс принял решение. Простой вопрос, почему сейчас? Почему до этого не сделали? Это к выслеживаниям не имеет никакого отношения. Евросанкции, 14-й пакет. И уран точно так же по сегодняшний день еще не приняли. А много чего другого также не приняли. И эти деньги тикают тоже в России. Почему не приняли? Нет политической воли, нет политического решения. Нельзя в Соединенных Штатах Америки, не в Европе. Поэтому то, что вы слышите в области санкций, каждый раз вот так, так, так. А почему сразу не принимаете? Почему не объявляете Россию государством, спонсором терроризма? И так далее, там подобное. Вопросов очень много. Поэтому это, опять же, очередной информационный вброс. Более того, когда говорят в отношении стран, которые поддерживают тоже Россию. Китай с Россией торгует. Индия с Россией торгует. Весь мир с Россией торгует. И Европа торгует с Россией. И Соединенные Штаты Америки, в том числе, может быть, не на ту сумму, но тоже торгуют. Тот же Уран вот только сейчас. Поэтому это, опять же, чисто информационные сообщения в предметной плоскости. Это, я так думаю, для внутренней политики и для того, чтобы здесь это использовать и в предвыборной кампании точно так же. Якобы мы вот такие агрессивные, как по отношению к Китаю, так и по отношению к той же России. А это категорически далеко не так. Я не думаю, что нынешняя администрация будет стремиться эскалировать какие-то вообще внешнеполитические проблемы, связанные с Россией, связанные с Китаем, связанные с Ближним Востоком или где-нибудь еще до конца этой президентской кампании. Более того, они даже не будут эскалировать что-то такое на внутренней. Заметьте, вот то, что сегодня в Америке идут эти митинги по всему кампусу, по всей Америке. Они даже здесь стараются это не эскалировать, потому что республиканская партия сделала однозначно ставку на Израиль. Трамп однозначно поддерживает Израиль и его администрация в том числе. А демократы, Байден, они хотят усидеть на двух стульях. И на израильской тематике, и на палестинской тематике. Но в нынешней ситуации это не удастся. И поэтому вот эта эскалация, которая сегодня идет, я так думаю, эта эскалация будет продолжаться. Поэтому все то, что вы сегодня будете слышать в информационном поле, как касательно внешней политики, так и касательно внутренних здесь разборок в Америке, рассматривайте через призму президентской кампании. И это никак в предметной плоскости не отразится как поставки оружия вам и на войну, которую вы сегодня ведете. Потому что это находится в другой плоскости. Вот, кстати, о том, что об оружии, что может происходить на фронте. Господин Инус, вот глава разведки Соединенных Штатов Америки прогнозирует, имея данные, конечно, агрессивную тактику России в Украине в ближайшее время. Как это можно объяснить, господин Инус? Это куда-то Путин спешит, это он хочет к саммиту мира в Швейцарии что-то показать. Вот почему именно сейчас такая спешка и с чем она связана, как вы считаете? Ни саммит мира, ни 9 мая, это оставьте, так сказать, опять для журналистов. Вот эта война, тот же глава разведки сказал, что эта война еще не скоро кончится. Я вам говорю, пока за этот год, я точно говорю, что до конца президентской кампании эта война не закончится. А как она будет развиваться на следующий год, это будет зависеть во многом от результатов президентской кампании здесь в США. Поэтому никто вам ничего говорить не может быть. Просто когда говорят, что она еще не скоро закончится, и глава разведки говорит, они имеют в виду, что точно она не закончится в этом году. Поэтому если кто-то будет говорить, что она закончится, или кто-то может закончить ее войну, это неправда. Ее ни республиканцы, ни демократы ее технически завершить в этом году не смогут. Все будут ждать о конца этой войны, о конца президентских выборов. А коль это еще достаточное количество времени, именно поэтому и Россия, и Украина будут стремиться для того, чтобы прийти к этому моменту именно с довольно хороших позиций. Потому что если остается нынешняя администрация, это одна ситуация. Если приходит Дональд Трамп, это совершенно другая ситуация. Потому что его заявление о том, что он заморозит конфликт и будет пытаться решить за 24 часа, это говорит о том, что он, естественно, будет это делать за счет Украины, а не за счет России. Потому что территория Украины оккупирована, российская территория не оккупирована. Значит, на компромисс он будет давить именно на вас. Поэтому мы должны это понимать. И Россия стремится именно по максимуму сегодня до конца года что-то получить. Ну и плюс Россия понимает, что в ближайшее время ЕС-16 появится в небе, и АТКОМСы начнут грамотно работать. Я уже не говорю все остальное, которое вот сегодня усиленными темпами подходит к вам. Так что, я думаю, весенняя, летняя кампания будет довольно жаркая, не только в политическом плане, но и в первую очередь на поле боя. И, естественно, от этого будет очень много зависеть. И плюс результаты президентской кампании, и вот только тогда мы сможем говорить о перспективах этой войны. Я думаю, руководитель американской разведки, это в открытой части она это озвучила, а в закрытой части озвучивается. Я так думаю, она достаточно хорошо владеет темой для того, чтобы ввести конгрессменов в суть проблемы. Ну, во всяком случае, то, что касательно вас тема до конца года закрыта, я имею в виду с финансированием, можете быть спокойны. То есть, спекуляция на тему Украины, она сошла. Сегодня спекуляции на первый план выходят спекуляции на тему Ближнего Востока и Израиля в первую очередь. Потому что, как вы видите, Украина и лично президент Зеленский не вовлекся во внутриполитические разборки здесь США между Байденом и Трампом. И поэтому, таким образом, это удалось. Хоть и полгода вам ждать пришлось, но за полгода вы сумели добиться результата. К сожалению, на Ближнем Востоке этого нету. И Натаньяху вовлекся во внутриполитические разборки. Он делает ставку на Дональда Трампа. И поэтому идет такое противостояние между правительством Натаньяху и правительством Джо Байдена. Далеко не случайно. Вчера и позавчера там был Энтони Блинкен. Который старался его убедить не делать эту военную операцию в Рафахе. На что Натаньяху вроде бы ответил отказом. Поэтому эскалация на Ближнем Востоке еще будет продолжаться. И еще неизвестно, удастся ли нынешней администрации удержать эту ситуацию. В рамках той тактики, которую избрал официальный Вашингтон. Поэтому все то, что вы будете сегодня слышать на все эти темы, опять же, извиняюсь, но я вынужден повторить. Рассматривайте через призму президентские заезд компании. Вот, кстати, о президентской компании не могу не спросить, господин Юнус. Потому что вы говорите, что если будет администрация Трампа, они готовы быстро пытаться заключить войну за счет Украины, за счет территории Украины. Можно ли сейчас, вы прекрасно знаете, что происходит в Соединенных Штатах Америки, сейчас говорить, у кого есть преимущества, кто фаворит или еще рано о чем-то вообще в этих выборах, которые пройдут осенью этого года, говорить? Очень рано еще на эту тему говорить, потому что все разговоры о том, что у кого-то шансы на 2-3% выше, на 5% выше или ниже, это все спекуляции. Потому что нет достоверных опросов общественного мнения. Они все ангажированы. То про демократическую партию, то про республиканскую партию. Независимых нет. За последний президент, несколько президентских выборов. Все службы, которые проводили те или иные опросы, они, так сказать, опозорились. И они, те, которые, например, прогнозировали победу Хиллари Клинтон, а оказалось, что победил тот же Дональд Трамп и так далее и тому подобное. Поэтому это касалось и Байдена Трампа в том числе. Так что сегодня все будет зависеть от результатов июля-августа. В июле должен пройти съезд республиканской партии, на котором должна быть определена не только утверждена Дональд Трамп кандидатура, но и та кандидатура вице-президента, которую он выберет. Заметьте, по сегодняшний день он не назвал кандидатуру вице-президента. Потому что идут судебные процессы и нет неизвестного решения, которое примет этот суд касательно полноактрисы, который происходит сегодня в Нью-Йорке, и где он вынужден сидеть каждый божий день. И если он определится с кандидатурой вице-президента, если это будет кандидатурой Ники Хейли, что очень много республиканцев желают, то это усилит шансы Дональда Трампа. Если вместо Ники Хейли он выберет, например, того же Ромасвами, который не имеет никакой популярности в Америке вообще, то это, конечно, еще более ослабит позиции Дональда Трампа. Я так думаю, демократы именно этого хотели бы. Демократы с ужасом думают, что он сумеет договориться с Ники Хейли, потому что Ники Хейли также не переваривает. И она ему в рот смотреть не будет, как тот же Ромасвами. Но Ники Хейли намного популярнее, чем по всей Америке, я имею в виду не в республиканской партии, а по всей Америке, намного популярнее, чем Джо Байден и Дональд Трамп. Поэтому она может принести реальные шансы на победу того же Дональда Трампа. Ну, пойдет он на это, не пойдет, это мы будем видеть в июле. И в зависимости от этого в августе уже назначен суд съезд демократической партии. И демократы, в зависимости от того, какие решения примут республиканцы, так и будут действовать. Потому что если останется там Дональд Трамп, тогда, скорее всего, демократы могут и оставлять того же Джо Байдена. Потому что они играют только на... В принципе, из двух зол надо выбирать меньшее. В их понимании, меньшее зло – это Джо Байден. Но это в их понимании. Так ли это с точки зрения мнения независимых американцев, сегодня, опять же, никто вам на эту тему четкого ответа не даст. Поэтому все будет зависеть от того, кто будет вице-президентом у Трампа. И какое решение примут в августе уже сами демократы. Потому что они могут вполне и поменять. Если там будет друг Ники Хейли и Дональд Трамп, демократы могут и не выдвигать Джо Байдена. Они могут выдвинуть какого-то другого кандидата для того, чтобы нейтрализовать акции той же Ники Хейли в этой паре. Потому что если там останется Ники Хейли, Байден и Кемал Харрис им однозначно проиграют. Поэтому сегодня рано говорить о числа шансов. Надо дождаться двух съездов этих двух партий. Будем ждать и будем говорить об этом, господин Инус. Также хотел бы вспомнить высказывание Макрона. Начиная с 26 февраля, я очень прекрасно помню этот день. Это был понедельник, когда Макрон собрал представителей 20 стран. Там и Зеленский выступал в онлайн-трансляции. С того времени, уже прошло несколько месяцев, Макрон регулярно высказывает очень такие радикальные вещи. И вот в этот раз он опять сказал следующее, господин Инус. Сказал, что не исключает отправки войск, если Российская Федерация прорвет линию фронта и будет запрос Украины. Господин Инус, вот мне лично очень это пахнет каким-то популизмом. Потому что если ты хочешь помочь, вот дай деньги на инициативу Чехии на снаряды. Ищи вооружение в других странах, дай Рафаэль свои истребители. Но вот ничего такого серьезного не дает, а вот войска я буду отправлять. Может я ошибаюсь, может или я все-таки имею немножко правоты какой-то. Я полностью согласен с вашей точки зрения. И я вас поздравляю. Вы чаще и чаще говорите, бьете в десятку. Здесь и на самом деле это так. Потому что ты делаешь такие заявления. Ты знаешь о том, что все выступают против. А зачем ты делаешь это заявление? Значит, ты как Франция можешь это отправить. Никто не вправе запретить Франции это делать. Франция это отправляет в индивидуальном порядке. Франции не нужно для этого решение НАТО. Она отправляет это как Франция. У Франции есть документ, который обеспечивает гарантию безопасности из той же Украины. Только вот и отправляй. А что ты не отправляешь? Плюс Франция по сегодняшний день, я считаю, регулярно это подчеркиваю. На 15-м месте по уровню поддержки Украины. А возможности военно-промышленного комплекса Франции получше, чем у той же Германии. Почему вы это не делаете? По всем другим направлениям. Поэтому не надо болтать языком, как это сделает Макрон. Макрон на словах – он Лев Толстой. На деле, я так понимаю, он хотел бы стать Шарлью Голем. Я там конец пословицы забыл. Поэтому пускай зрители сами завершат эту пословицу. Что им больше нравится. Но я так думаю, из него Деголь никогда не получится. Потому что Деголь, то, что говорил, обычно делал. И поэтому Макрон любит Деголя, но совершенно не делает того, что тот же Деголь делал, утверждаясь лидером в Европе и стараясь сделать из Франции лидирующую страну. Поэтому поведение Макрона лично… Макрон – один из самых слабых президентов за последние годы той же Франции. И он проиграл и в противостоянии с Германией, в противостоянии с тем же Шольцем. Шольц, между прочим, не такой был сильный политик. Не такой сильный… Он достаточно харизматичный с вопросом «Шольц – канцлер Германии». Германия просто сильнее Франции по экономическим показателям. Поэтому, несмотря на это, Шольц сумел сохранить лидерские позиции той же Германии. Макрон везде проигрывает, в Африке проигрывает, на Южном Кавказе. Вот выдавили его из Южного Кавказа, как провкачал Москву, Азербайджан. Маленький Азербайджан выгнал Макрона, Францию, члена Совета Безопасности постоянного, ядерную державу, из переговорного процесса. Азербайджан послал его сну, здесь не будет Франции. Если будет Франция, должна быть Турция. Турции нет, значит и Франции нет. И Франция вылетела оттуда. И Азербайджан сказал, вместо Франции мы возьмем Германию. И вот президент Азербайджана уже два раза был в Германии. Три дня назад встречался с канцлером Шольцем. И вроде как будто бы они договорились. И французский бизнес Азербайджан выдавливает теперь с Азербайджана. Оно не до конца, если будет вести себя плохо, может и до конца выдавить. А на их свято место пусто не бывает. Приходит немецкий бизнес. То есть вместо Ситроена у нас будет Мерседес Бенц, БМВ и так далее. То есть это я образно говорю. Поэтому если Франция везде проигрывает, а Макрон говорит о том, что он отправит туда войска. То есть не исключает. Это он просто для чьих-то ушей, для популизма хочет отболтать. Поэтому я не воспринимаю серьезно все то, что делает Макрон в последнее время. Как касательно Украины, как касательно Южного Кавказа, так и вообще касательно его внешнеполитических инициатив. Назовите мне одну внешнеполитическую инициативу Макрона, который поставил его на первом месте. Что где-то он сделал, даже на российско-украинском направлении. Он один из тех, кто с первого дня, наоборот, стремился ездить в Москву и увещевать президента России. Но и президент России тоже от него отмахнулся, как от назойливой мухи. Ну и, кстати, продолжает Франция активно покупать зажженный гаж России, оговорить, что будут поддерживать и помогать Украине. Газы говорят о том, что 56 ядерных реакторов Франции получают две трети урана из России. Да, вы правы. Чтобы много не говорить, что вода не лить, мне нравится, я уже буду цитировать вас. Вы уже можете провозить встречи политинформации без меня, я вам не нужен. Вы правильно говорите, да, это будет именно хорошая декларация политическая. Да, они нужны, они нужны в большой политике, конечно. Это будет большой саммит в Швейцарии. Без России, чем больше будет страны, чем сильнее будет эта декларация. Она не будет иметь никакого предметного значения. Но она это политическая, так сказать, декларация, которая нужна вам для дипломатии, для информационной войны, для всего остального, что также очень важно. И что касается НАТО, саммита НАТО, точно так же не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений от того же саммита, который был в Вильнюсе. То есть будут красивые слова, будут красивые декларации. Для вас важнее F-16, Атакамс, Штормшедов и все остальное, что необходимо на поле боя. Потому что все эти политические красивые декларации в конечном итоге только тогда перейдут в предметную плоскость, когда будет успех на поле боя. Господин, я также хотел бы вспомнить то, что сейчас происходит в Грузии. Потому что там протесты, потому что второе чтение и парламент принял все-таки очень такой пророссийский, скажем так, закон. По аб-инагентах многие десятки, сотни тысяч грузинов вышли на улицы. Там протесты, там и полиция реально серьезно бьет протестующих. На что президент Грузии обратилась к протестующим, призвала не штурмовать здание парламента и напомнила, что скоро тоже будут выборы. И там должны продемонстровать, показать грузины, что они за то, чтобы идти в Европу, а не в Россию. Ну, во-первых, это не пророссийский закон, как его говорят все. Он такой же пророссийский, как он и проамериканский. Напоминаю, в 1938 году Конгресс США принял похожий закон, и президент тогдашний, Франклин Делан Рузвельт, подписал этот закон. Он намного жестче, чем вот этот закон. И почему-то сегодня, будь то Боррель или будь то какие-то другие еврочиновники, ни слова на эту тему не говорят. Итак, добавлю в этой связи, в кампусах по всей Америке, я давеча вам говорил, какие идут митинги, и как со следативом, газом, с дубинками, со всеми делами, полиция Америки разогнала это все, стараясь привести все в порядок. То есть, с одной стороны, свобода слова, право на митинги, демокрация, но с другой стороны, закон и порядок, да, это два важных момента, они должны друг другу не мешать. И это было сделано точно так же, как это было сделано в том же Двилисе. Что-нибудь, кто-нибудь на эту тему сказал? Нет. Нет. Давайте отойдем от двойных сторон. Я эксперт. Поэтому мне, я более того, про правительство Грузии еще по сегодняшний день ни одного хорошего слова не сказал. И не скажу до тех пор, пока там в тюрьме будет находиться третий президент Грузии, Михаил Саакашвили. Человек, который создал эту современную Грузию и повернул ее от совка в сторону евроинтеграции. Вот. И этот человек сегодня должен сидеть в тюрьме. Поэтому, естественно, это пощечено всем честным людям и всем друзьям Грузии. Той же Грузии. Вот. И, ну, хорошо, я понимаю, это делает правительство. У них в Саакашвили личные счеты, у них борьба за власть идет. А почему Запад на эту тему молчит? Евросоюз, почему тоже Баррелли, все остальные на эту тему молчат? И что вы раскачиваете сегодня ситуацию в той же Германии, в той же Грузии? Вы что, не понимаете, что Грузия сегодня в такой же ситуации? Потому что она не знает, что делать. Россия стоит на ногах. А в 2008 году вы сдали того же Саакашвили с потрохами. И Абхазия, и Санвальский регион улетел. И теперь вы сегодня говорите о том, что закон этот не тот, да? Если закон этот не тот, как вы говорите, вот. Но и в Америке такой же закон. И во многих странах той же Европы похожие законы есть. Кто, другое дело, вам нравится или не нравится, это один вопрос. Если президент Грузии Соломи Зоробишвили говорит о том, что этот закон нехороший, то у него есть право вета на это. Возьми на лыжи право вета. Более того, президент Грузии имеет право помилования. Почему она не помилует президента Саакашвили? Поэтому президент, и более того, паспорт у президента Грузии, она гражданка Франции. Как ведет себя Франция в отношении этой тематики. Она вообще набрала в рот воды и молчит. Где голос Макрона? Тоже молчит. Поэтому давайте поменьше будем обращать внимание на все то, что происходит. Грузия – дружественный и братский народ для соседнего Азербайджана, для моей родины. Грузия находится в стратегическом партнерстве Турция-Азербайджан. Грузия. Вот этот маршрут работает, транзитный. И от этого получает все пользу. Включая ту же Грузию. Посмотрите на Аджарию, посмотрите на Батуми. Это Турция и Азербайджан. Это не Евросоюз и не США. А вот то, что Россия – это Абхазия и город Сухуми. Мы это видим? Мы это видим. Азербайджан предлагает такой же вариант Армении. Турция, Армения, Азербайджан. Это реально? Да, реально. И как будто движение в этом направлении есть. Кто выступает против? Та же Франция. Та же Франция выступает. Но я могу понять, что Россия с Ираном против выступают. Они исторически этого не хотели. Ну, а вы-то почему это делаете? Поэтому кому-то надо раскачать ситуацию в Грузии. Я не думаю, что это хорошо для Грузии. Кому-то надо раскачать ситуацию в Армении. Я не думаю, что это хорошо для Армении. Для Азербайджана тем более это нехорошо. На Ижнем Кавказе должен мир. Тем более, если Азербайджану удалось вернуть свой суверенитет, территориальную целостность на всей своей территории. Никто на Западе этому даже не радуется. Ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Вашингтоне. Вот эти все вещи, когда ты видишь, когда ты слышишь. Поэтому, несмотря на мое критическое отношение к правительству в Грузии, я считаю, что сегодняшняя ситуация, то, что происходит в Грузии, это нехорошо для самой Грузии. И Евросоюз мог бы себя вести совершенно по-другому в этой ситуации. Потому что осенью выборы. Осенью выборы. И правильно говорит тот же президент Грузии, который я сейчас дальше критиковал. Зачем вам ломать, так сказать, здание парламента? Зачем заниматься хулиганством? У вас будут парламентские выборы. Вот пойдите на этих парламентских выборах и проголосуйте против правительства. Поддержите оппозицию. Поддержите Саакашвили. Найдите лидера оппозиции. У них нет лидера оппозиции. У них разброд и шатание. На этом и власть во главе с Иванишвили, они на этом и играют. А как ведет себя Запад в этой ситуации? Запад просто проталкивает там свои интересы. А у каждой страны на Западе разные интересы. У Франции одно, у Германии другое, а у Соединенных Штатов Америки третья. Поэтому и политика на Южном Кавказе оказалась в таком состоянии. Политика в Молдове в таком состоянии. Политика касательно Украины в том же состоянии. Поэтому я не сторонник того, чтобы ситуация в Грузии раскачивалась. Чем хуже будет в Грузии, чем хуже будет в Армении, тем очень сложно будет моему родному Азербайджану. Я за мир на Южном Кавказе. И чем меньше будет посторонних, так сказать, донайцев вмешиваться в эту страну, в эту географию. Потому что если вы хотите мира на этой ситуации, усиливайте мирный договор с Азербайджаном, с Арменией и с Турцией. Потому что это в один день можно подписать договор между Арменией и Азербайджаном, между Арменией и той же Турцией. Когда это будет подписано, тогда я не думаю, что кто-то там в России 10 раз подумает, да сильно наезжает на ту же Армению. А не сегодня. Россия точно так же очень сложно будет наехать на ту же Грузию. Исходя из того, что Грузия, с одной стороны, Азербайджан, с другой стороны, та же Турция. А у России довольно хорошее отношение и с Турцией, и с Азербайджаном. И отдельно наехать на ту же Грузию России не удастся. Россия считается с интересами Азербайджана и Турции. Вот надо сделать так, чтобы Россия считалась бы и в Армении с интересами Азербайджана и Турции. Но почему-то во Франции этого не хотят. Потому что во Франции не хотят усиления Турции на Южном Кавказе. А на Южном Кавказе, посмотрите на карту, на географию. Кто член НАТО? Что? Иран, Россия или Турция? Франции там не пахнет. Германии там не пахнет. Соединенные Штаты Америки тем более не пахнет. Поэтому мы, когда это все видим, давайте не будем так однозначно воспринимать все то, что говорят по поводу того, что происходит сегодня в Грузии. Я сторонник того, чтобы там была бы стабилизация этой ситуации. Конечно, правительство Грузии пошло специально наверняка на эту провокацию. Я не знаю, чем они руководствовались. Потому что в прошлом году было видно, что народ встанет. Сейчас народ снова встал и показывает свои серьезные намерения. Может, они тем самым тестируют осенние выборы. Вполне может быть, не знаю. Но, во всяком случае, они целенаправленно вызвали того и на себя. Зная о том, что это может сработать и против них. Но я не думаю, что там дураки сидят, коли они столько лет держат эту власть. Надо просто внимательно следить за этой ситуацией и посмотреть, кому больше выгодно дестабилизировать ситуацию в Грузии. Я точно знаю, что это невыгодно ни Азербайджану, ни Турции. И поэтому я надеюсь на то, что грузинский народ, грузинский эстеблишмент, у них хватит ума, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Доведите дело до парламентских выборов и идите там нормально голосуйте, за кого вы хотите голосовать. Но было бы неплохо, если Соломи Зорова-Швили. Или наложила бы вето на этот закон, но было бы так же неплохо, если она до этих выборов помиловала бы как раз-таки Михаила Саакашили. Тем самым она и себя реабилитировала бы за все те годы, так сказать, преступной связи со многими другими врагами той же Грузии, вне Грузии. Вы делаете большие успехи, уважаемый Игорь, с чем я вас поздравляю. Дякую, до побачення, слава Украине. Героям слава. Еще раз подписывайтесь, коментуйте и делитесь. Меня зовут Игорь Гаврещак, побачимось в эфире 24-го каналу.